Здравствуйте, я Андрей Данилевич. Я рассказываю истории войны людей, которые прошли через боли и потери. Они верят в победу и приближают ее каждый на своем фронте. Я вас люблю. Пригнитесь. Я умираю. Эти слова своим троим маленьким детям успела сказать Ирина Белоцерковец из Киева, когда поняла, что вражеская пуля попала ей в голову. В начале войны женщина пыталась вывезти из столицы своих детей. Она была за рулем, когда оккупанты открыли огонь по машине с детьми. Начало войны Ирина встретила в Киеве. Ее муж сразу вступил в тероборону, а она осталась с детьми дома. Взрывы и выстрелы, которые раздавались за окном, очень пугали. Поэтому 26 февраля Ирина собрала детей и приняла решение выезжать из города. То эмоциональное состояние, которое у меня было в первые дни войны, каждый защищает себя как может. Моя защита – это был выезд из Киева. Я приняла такое решение. Сейчас я думаю, что это была моя ошибка. Но в тот момент мной руководили страх и паника. На выезде из Киева авто Ирины попало под вражеский обстрел. Пули насквозь прошили машину. Одна из них попала Ирине в голову. Свидетелем этого ужасного момента стали дети. Самому маленькому сыну на тот момент было около года. Когда моя голова упала на подлокотник, я этим глазом еще видела своих детей. Я сказала им, что люблю их, и попросила, чтобы пригнулись и легли. Я понимала, что умираю. Ведь я была ранена в голову. Потом я потеряла сознание. В сознание Ирина пришла уже в больнице. Первое, что она спросила – как дети? Узнав, что с сыновьями все в порядке, она спросила у докторов, как ей удалось выжить после ранения в голову. Мне просто повезло выжить. Каким-то чудом через 3-4 минуты к моей машине подъехали госпитальеры. Не понимаю, как это вообще могло произойти. Они не должны были ехать той дорогой. У них был проложен абсолютно другой путь, но они случайно натыкаются на меня и спасают мне жизнь. Если бы не они, я бы умерла. Я потеряла очень много крови. Медик, который меня бинтовал, потом рассказывал, что у него закончились материалы. Он вообще не видел, что со мной, потому что мое лицо было залито кровью. Ее невозможно было остановить. Позже Ирину на самолете доставили в клинику Германии. За полгода женщина перенесла 7 операций. Первую операцию мне сделали сразу после ранения. Затем была полуторачасовая операция, во время которой врачи закрепили мне челюсть. Потом операция по сбору костей на титановую сетку. Она длилась 10 часов. Впереди у меня еще минимум 3 операции, так как повреждение лица очень серьезное. Поэтому я ношу очки и вот такую прическу. В сентябре 2022 года Ирина вернулась в Киев. Впервые с того страшного дня она смогла обнять своих детей. Бывает, утром сын приходит ко мне, когда я еще сплю, смотрит на меня и говорит, мама, меня пугает твой глаз. У меня вот этот глаз-имплант, он всегда открыт. И сын смотрит на этот открытый глаз и пугается. Ирине пришлось привыкать к новым реалиям. Заново учиться многим повседневным вещам. Женщина говорит, снова расправить крылья ей помог спорт. Ирина стала тренироваться каждый день. Это помогло ей избавиться от многих комплексов. Именно тогда она смогла впервые заговорить о своей трагедии. Я понимала, что я всю жизнь могу проходить со шрамом и дыркой на лице. Я начала тренировать тело. У меня было головокружение и много других проблем. Но уже в декабре я вышла на уровень практически той физической формы, которая у меня была до ранения. Когда об истории Ирины узнали в редакции журнала «Плейбой», ей предложили сняться для обложки, чтобы таким образом привлечь внимание к людям, которые пострадали в результате российского вторжения в Украину. Мне хотелось донести мысль, что можно быть прекрасным с любой внешностью и как-то привлечь аудиторию к этой проблеме. Мы должны забыть о нашей оболочке и смотреть вглубь человека. Оценивать его не снаружи, а изнутри. Но наше общество так прошито, что ему нужно донести это через красоту. Экземпляры журнала Ирина лично отвезла на фронт в Запорожскую область. Она пообщалась с военными, рассказывала им свою историю и мотивировала многих, кто получил ранение, не терять веру и бороться за жизнь. Это про девушек, которые были ранены во время этой войны. И я одна из них. Вот здесь, на обложке. Война для семьи Белоцерковец началась еще в 2014 году с аннексии Крыма. Тогда россияне угрожали им за проукраинскую позицию. Ирина с мужем и детьми были вынуждены переехать в Киев. Через 8 лет россияне снова принесли беду в семью Ирины. Но она верит, что скоро произволу оккупантов придет конец и российские войска будут выбиты со всех оккупированных украинских территорий. А Ирина сможет вернуться в любимый Крым. Знаете, когда закончится война? Когда я попаду в Крым, пройдусь по улицам Севастополя, прийду в дом, в котором я провела детство. Это дом моих родителей. Вот тогда эта история закончится. И я это осознаю. Чтобы война закончилась, я должна попасть в наш украинский Крым. Именно благодаря нашим украинским медикам и специалистам из разных стран, которые сегодня активно помогают Украине, удалось спасти тысячи человеческих жизней, искалеченных этой ужасной войной. Все мы безмерно благодарны каждому доктору, каждой медсестре, каждому медработнику за их тяжелый и благородный труд. Спасибо. Черновицкий хирург Олег Боднар недавно вернулся из командировки из Донбасса. Там целый месяц он лечил раненых военных. О сложностях работы в полевых условиях и о своих буднях во время войны хирург рассказал в своей истории. Поймать Олега Борисовича на разговор здесь, в Черновицкой больнице нелегко. Он почти не выходит из операционной. Вот уже 25 лет он спасает жизни людей. А сейчас вернулся из очередной сложной поездки на фронт. Есть такая организация Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Пирогова. Это достаточно известная организация в Украине, которая оказывает помощь нашим военным с 2014 года. От имени этой организации я месяц находился на ротации в Донецкой области, где работал вместе с военными медиками как хирург. «Хотелось помочь и внести свой вклад в победу, от души сделать вклад для своей страны, для своих людей, для наших героев, которые сражаются на фронте и нуждаются в нашей помощи». Доктор вспоминает, с поля боя и днем и ночью привозили раненых воинов. Часто приходилось работать в экстремальных условиях. «Ребятам, которые находятся в окопах, под пулями гораздо сложнее и гораздо труднее, чем было мне, хотя условия, конечно, были экстремальные. Нельзя сказать, что какой-то случай сложный, а какой-то легкий. Тактическая медицина развивается и довольно неплохо. В этой сфере есть достаточно опытные люди. В военной медицине каждый случай сложный. Это чья-то трагедия, чья-то жизнь». Кроме своей основной работы черновицкие врачи пытаются еще и заниматься волонтерством. А вот собирают очередную передачу на фронт для боевых медиков и воинов. «Это гуманитарная помощь, которую нам предоставили от фундационной Франческо Раве. Там собрали такие тактические рюкзаки. Они предназначены для оказания медицинской помощи в условиях боевых действий. Здесь разные инструменты. Вот, например, языкодержатель. Есть турникет для остановки кровотечения. Есть аппарат для измерения давления пульсо-оксиметры. Олег Борисович признается, на фронт ездит добровольно, его опыт там нужен. Говорит, страха нет, а самый большой его оберег молитвы родных. На этих фотографиях жена и дочери встречают папу дома. Семья доктора, как и миллионы других украинских семей, верит в светлое будущее Украины и ждет скорейшей победы. Все наши ребята, которые сейчас на передовой, все медики, которые оказывают им помощь, в том числе и представители первого добровольческого госпиталя имени Пирогова, все они герои. Все ежедневно вносят определенный вклад в нашу победу. И настроение победоносное. Мы победим, однозначно победим. Ракеты, бомбы и танки, все это видели мои дети. Так многодетная Светлана Пастух из села Посадпокровская Херсонской области вспоминает начало войны. Село, в котором жила семья Светланы, очень быстро оказалось в эпицентре страшных боев. Вот история мамы троих детей. Полномасштабную войну мы встретили дома, в селе Посадпокровская Херсонской области. Во сне услышали взрывы. Потом начали звонить близкие, говорили, что на нас напала Россия. Первый день еще как-то спокойно было, а на второй, 25 февраля, над нами очень часто начали летать ракеты. У нас же рядом Чернобаевка и Николаевская область и трасса, по которой могли проходить колонны российской техники. Я испугалась за своих троих детей. Говорю мужу, давай куда-то подальше отсюда уезжать. Мы выехали в село Правдина, пробыли там неделю. Когда российская колонна пошла через сельские поля, мы понимали, что она может заблокировать выезды из села, поэтому решили быстро выезжать. Я собрала детей, и мы приехали назад, в посад Покровское. 14 марта там начался очень сильный бой. Село находилось на линии фронта. Окупанты скидывали авиабомбы и обстреливали село. Утром мы пошли к украинским военным спросить у них, что нам делать, у нас же дети. На тот момент в селе уже не было ни связи, ни электричества. Украинские солдаты сказали, у вас есть полчаса, чтобы выехать, пока не начался интенсивный бой. Мы собрались с соседями кумовьями и выехали на микроавтобусе нашей знакомой. Когда выезжали, стреляли грады, было очень страшно. страшно. Самым ужасным было видеть российскую авиацию. Самолеты летали очень низко, стоял жуткий гул. Было страшно, когда прилетела бомба, и из дома выпали окна. В доме, в котором были наши дети. Мы не понимали, что нам делать. мы падали на пол и ползли. Больше всего я боялась за детей. Конечно, мы победим. Победа будет за нами. Вадим и Ирина Казюпы с Волыни. Он пограничник, она учительница. Вадим защищает страну еще со времен АТО. Недавно он вернулся на очередную ротацию под Бахмут. За время, пока идет Российско-Украинская война, Вадим и Ирина создали семью, родили двух дочерей и продолжают вместе бороться за независимость Украины. Алло. Любимый, привет. Привет. Как ты там? У меня все хорошо. У нас тоже все хорошо. Мы тебя ждем. Как там детки? Дети ждут своего папу. Дети каждый день спрашивают, а где наш папа? А когда папа приедет? Папа защищает Украину, чтобы враги не смогли забрать нашу Украину. Папа трехлетней Вероники и пятилетней Каролины передает дочкам привет со службы. Девочки гордятся тем, что их отец военный. Мой муж военнослужащий, я жена военного, так что привыкла ко всему. Самые счастливые моменты для Ирины и детей, когда Вадим приезжает домой. Последние четыре месяца подразделение, в котором служит мужчина, держало оборону под Бахмутом. Наши ребята держатся и продвигаются вперед. Мы даем врагу отпор, идем к победе. Вадим родом из небольшого Волынского села у границы с Беларусью. Там когда-то был пункт пропуска. Еще в детстве Вадим мечтал стать военным. Я с детства заглядывался на ребят в форме, думал, вот бы и мне стать военным. Я с детства хотел защищать свою страну. Мечта Вадима сбылась. Вот уже восьмой год он стоит на защите Родины. Подписал контракт с пограничной службой Украины еще на втором году Российско-Украинской войны. Во время АТО. В то время Вадим был разведчиком-гранатометчиком. Это был пункт Павлополь-Пищевик. На линии разграничения только закрывался пункт пропуска и по нам тут же начали стрелять всем, чем можно. Вадим тогда жил в Мариуполе. Ирина с дочерью переехали к нему. Два года жили в многоэтажке недалеко от печально известного роддома, на который россияне сбросили авиабомбу. Там в 2020 должна была родиться их вторая дочь Вероника. Муж мне тогда сказал Ира здесь не нужно рожать потому что здесь будет война. Я ходила в тот роддом на плановые осмотры но перед самыми родами в конце августа уехала домой. Там в Мариуполе нет ни того роддома ни нашего дома. Все разбомбили. Самая первая российская ракета попала как раз в наш дом. то что война не закончится на востоке страны Вадим понял давно. Вот только в то что враг пойдет с оружием по всей Украине верить не хотелось. 24 февраля 2022 Вадим был на службе в одном из пограничных подразделений на Болыне. Стоял сильный гул техники летали беспилотники вертушки но они не залетали на украинскую сторону мы думали что они уйдут от границы Вадим и дальше планирует отвоевывать независимость Украины говорит что своей жизнью на войне он рискует ради жены и детей Я боюсь за будущее своих детей чтобы они не видели всего этого горя которое видит их папа я хочу чтобы над ними было мирное небо мы кровью и потом выборим то что нам принадлежит Вадим и Ирина ровесники независимой Украины им по 32 года супруги не сомневаются наша страна отвоюет свою свободу независимость это не декларация не какой-то выходной или праздник это ценность которую мы должны беречь и ответственно относиться к нашему будущему от нас зависит каким оно будет как мы будем жить далее такая уверенность наших защитников в победе вселяет надежду и вдохновляет на продолжение борьбы до начала полномасштабной войны Никита Леутский жил в Мариуполе у него было собственное кафе в феврале 2022 года оккупанты разбомбили дом Никиты отобрали у него любимое дело парню удалось выжить и выбраться из захваченного врагом города новую жизнь парень начал в Днепре благодаря благородству своего единомышленника Никита смог восстановить и свой бизнес изба читальня это заведение которое начало свой путь в Донецке в 2014 году оно было релацировано в Мариуполь мы продолжили его путь потому что очень любили это заведение свой путь в ресторанном деле Никита начал в 2018 году тогда на востоке Украины уже шли ожесточенные бои несмотря на близость фронта Мариуполь жил относительно размеренной жизнью люди работали планировали свою жизнь развивал свой успешный бизнес и Никита когда кафе работало в Мариуполе там собиралось очень много сообществ и студенты и взрослые люди из разных сфер каждый находил в этом заведении что-то свое кто-то приходил послушать музыку кто-то лекции кто-то поесть кто-то попробовать какой-нибудь интересный напиток жизнь заведения как и всего Мариуполя остановилась 24 февраля 2022 года город оказался под огнем россиян были дни когда каждые 5 минут пролетали самолеты и в памяти так отложилось что если летит самолет значит будет три взрыва люди с верхних этажей которые жили рядом и знали о нашем заведении спросили мы боимся у нас дети можно к вам так нас было в начале двое потом пятеро потом десять потом двадцать человек и в какой-то момент в кафе одновременно находилось сорок человек Никите его сотрудникам и другим мариупольцам которые скрывались от бомбардировок в кафе удалось продержаться более двадцати дней пока были продукты и здание было целым но настал день когда оставаться в кафе стало очень опасно парень вместе с семьей и знакомыми смог выехать из мариуполя и добраться до днепра буквально через неделю российские ракеты уничтожили его кафе в днепре Никита начал заниматься волонтерством одновременно искал работу именно в этом заведении произошла судьбоносная встреча говорит парень он познакомился с владельцем кафе который передал молодому ресторатору руководство своим заведением а сам пошел на фронт бороться за независимость родной страны когда мы ужинали подсел Андрей основатель заведения и сказал что собирается пойти воевать он знал нашу историю знал какой у нас опыт он предложил нам продолжать его дело и передал нам свое заведение чтобы оно могло жить дальше и развиваться уже около года никита руководит днепропетровским кафе парень признается тяжело не хватает сбережений финансовой подушки которая так нужна бизнесу нет зато есть опыт а еще огромное желание работать за это время в кафе провели косметический ремонт и обновили меню добавили в него и частичку мариуполя если вы приехали в днепр то вам точно нужно прийти к нам и попробовать черчир это мини-чебуреки по мариупольскому рецепту ну и некоторые позиции мы взяли из избы читальни к примеру горшочек еще мы сделали очень вкусную котлету по-киевски фирменный рецепт от нашего шеф-повара и с некоторыми секретами ну и тертюхи это очень прикольное блюдо а еще никита получил грант и сделал сцену для выступлений вот сцена где проводятся разные ивенты благотворительные стендапы квизы все что только можно приходят разные люди которые хотят продемонстрировать свой талант зрители собирают деньги и передают их на нужды в СУ даже идя маленькими шагами можно дойти до цели поэтому на достигнутом Никита останавливаться не собирается ни в коем случае нельзя опускать руки и к счастью рядом со мной родители любимая девушка и понимание того что нельзя останавливаться ведь сейчас нужно поддерживать очень многих людей кроме того у нас сейчас есть ответственность перед персоналом они тоже переехали в Днепр из разных городов и находятся в растерянном состоянии как и многие украинцы Никита очень хотел бы вернуться в родной Мариуполь вот только возвращаться некуда все разрушено разве что к любимому морю Дома где я родился и прожил юность с родителями его больше нет нет школы нет стадиона это очень страшно очень хочется на море море у нас крутое Мариуполь обязательно будет деоккупирован уверен парень это вопрос времени в это верят и сотни тысяч мариупольцев которым удалось вырваться из блокады и рассказать миру правду обо всех преступлениях россиян в их городе украинцы которые сегодня разбросаны по всему миру обязательно вернутся на родную землю Украина победит мы отстроим разрушенные российскими ракетами дома и будем счастливо жить под мирным небом а пока продолжаем бороться каждый на своем фронте я Андрей Данилевич я буду рассказывать истории людей которые прошли сквозь ад войны и стремятся остановить этот ужас навсегда будем жить и помнить субтитры и субтитры и субтитры и субтитры